На собеседованиях часто можно встретить вопрос, что такое репер-классы или класс-отбертки. Сегодня мы это рассмотрим. Для своих учеников я использую специально подготовленные материалы. Один из таких материалов мы рассмотрим сегодня. Его я размещу на своем сайте javatutor.ru Вначале я буду показывать вопрос. Вы пробуете давать ответ тот, который сможете. Дальше я буду показывать свой ответ. Итак, расскажите о классах-обертках, в репер-классах. Зачем они нужны? Это классы, оборачивающие примитивные значения. Для каждого из 8 примитивных типов данных в java есть свой репер-класс. То есть, integer, character, double, long и так далее. Зачем они нужны? Первое. Они предоставляют значения null. Второе. Они конвертируют примитивные значения в объекты, и их можно использовать в коллекциях. Коллекции могут хранить в себе только объекты, но не примитивные типы данных. Репер-классы предоставляют дополнительный функционал. Например, integer предоставляет parseInt. Или, например, в лонге есть maxValue, которая обозначает максимальное значение лонга. Автоматическая конвертация примитивных типов в объекты, соответствующие репер-классам, называется auto-боксинг, автоупаковка. Второй вопрос. Какие существуют способы создания репер-классов? Первое. Использовать конструктор. Например, такую запись. New, integer. Можно здесь вложить число или строку. В Boolean можно вложить true, true как строку, или что-то еще. Если здесь будет что-то кроме true, здесь будет false. Второе. Использовать статический метод valueOf. Например, вот так вот. Integer.valueOf и передать число как строку, либо просто число. И третий класс присвоит напрямую объект. Т.е. сделать автоупаковку. Третий вопрос. Какая разница в использовании этих методов создания репер-классов? Когда используется ключевое слово new, то всегда создается новый объект. Если использовать valueOf или автоупаковку, то мы можем получить кэшировое назначение. Что такое автоупаковка? Это автоматическая конвертация примитивного назначения в соответствующий репер-класс. Например, конвертация int123 в integer. Какие преимущества автоупаковки? Первое. Она позволяет более эффективно использовать память за счет того, что иногда возвращается кэшированное значение. Ну и второе. Меньше кода за счет отсутствия слов new или valueOf. Что такое unboxing? Это обратная конвертация. То есть автоматическая конвертация объектов репер-классов в их примитивный аналог. То есть, например, конвертировать integer в int. Какие типы данных в java кэшируются? Кэшируется integer long в диапазоне от минус 128 до 127. Кэшируется boolean true-false, character с символами с уникодами от 0 до 127, и string тоже кэшируется. Рассмотрим кэширование поближе. На примере integer. Введем i1, равный 123, i2, 123, и сравним их адреса. Посмотрим, два это одинаковых объекта или нет. Мы получили true, это два одинаковых объекта, то есть, значения закэшировались. То есть, у нас две переменные смотрят на один объект, 123. Теперь возьмем integer i3, равный 1020, i4, равный 1020, и посмотрим. То же самое. Является ли это одним объектом или разным. Значения не закэшировались, это разные объекты. В этом смысл кэширования. Сегодня мы рассмотрели, что такое рэпер-классы или классы обертки. Теоретический материал я размещу на своем сайте. Спасибо. Продолжение следует...